Глядя на эту картину, у меня, если честно, разрывалось сердце. Эвакуатор, подцепив автомобиль, грузил его на платформу, чтобы отвезти на штрафстоянку. Если выйдет владелец до момента начала движения эвакуатора, мы ворачиваем транспортное средство и пишем штраф на водителя автомобиля. Из окон дома, несмотря на раннее утро, выглядывали жильцы. Но, видимо, среди них не было хозяина увозимого авто. А посему через считанные минуты машина отправилась на штрафстоянку. Если он создает препятствия для движения других транспортных средств, в том числе машин для уборки мусора, тоже транспортные средства задерживаются, помещаются на штрафстоянку. Эвакуируем каждый день нарушения разные, согласно ПДД. В основном остановка транспортных средств на тротуаре. Работаем в основном по обращению граждан, которым мешает транспорт, сброшенный на тротуарах. Потом, ну, сами в ходе патрулирования, если выявляем нарушение правил дорожного движения, вызываем эвакуатор, также эвакуируем, задерживаем транспортные средства, помещаем на специализированные стоянки. Услуги эвакуатора заказывали? Нет? Всё равно получите, распишитесь. Работа эвакуатора в случае, если ваше авто эвакуирует на штрафстоянку, оценивается в 1800 рублей. Первые сутки хранения автомобиля на стоянке – ещё 400 рублей. Причём независимо, сколько он реально простоял, всего час или полные сутки. Затем, если вы не успели забрать машину в течение 24 часов с момента эвакуации, каждый следующий час хранения стоит 40 рублей. То есть, вторые сутки обойдутся уже в 960 рублей. А плюс к этому необходимо оплатить штраф за нарушение ПДД. От 1000 до 5000. 5000, допустим, парковка в местах для инвалидов, а 1000 рублей предусмотрено за остановку транспортного тротуара. При этом, если тротуар не видно под снегом или его нерадивые рабочие сравняли с дорогой во время ремонта, то водителя не оштрафуют. Если визуально его не видно, мы не эвакуируем. Потому что водитель не может знать, есть он там или нет. Если визуально он, допустим, загрязнён или снегом покрытый. Ну или не видно, что это тротуар, он не может определить. Тогда не эвакуируем соответственно. Если у человека нет при себе необходимой суммы денег для спасения автомобиля, то, внимание, машину можно забрать со штрафстоянки без сиюминутной оплаты, поскольку имеется протокол с печатью. В этом случае владельцу транспортного средства выдается счёт, который можно оплатить в любом банкомате в течение двух месяцев. Кстати, примерно через месяц Балакова, по словам главы БМР Ивана Чепрасова, вернётся в 2013 год. То есть, инспекторы ДПС вновь начнут штрафовать автомобили, припаркованные на зелёной зоне. Посмотрите прямо сейчас в окно и представьте, сколько водителей побывают на штрафстоянке.